привет фархот как дела слушай мы тут бы у нас у репосты 7 лет вот мы снимаем небольшой ролик ответишь на пару вопросов конечно будем кроме того все покажу сколько человек у вас здесь работает если всех посчитать больше 20 с учетом редакции продакшена коммерческого отдела и технического отдела ну немало как бы по какому принципу сотрудников набираете первую очередь опыт возраст имеет значение тоже у нас коллектив молодой чтобы смог влиться быстро на стажировку берем стараемся но так очень избирательно в этом вопросе а так тестовое задание стандартные процедуры собеседование все остальное дальше уже испытательный срок если все получается то вы круто слушай сейчас минуточку привет это кстати лола наш смм-специалист руководитель смм-отдела это руслан наш дизайнер и ассалия редактор раздела лайфстайл что делаете ищем фотки павла турева в ташкенте он уже уехал тогда обсуждаем стратегии продвижения на 3 квартала ну допустим вам работать важно не делать идем дальше это наша кстати новая переговорка знакомы снова в офисе а сколько вообще у вас рабочий день длится у этих вот прекрасных людей так ну официально 10 до 7 но творческие люди достаточно капризны поэтому у большинства свободный график главное чтобы работа выполнялась во время первую очередь тебя касается да я не знал ну ладно буду иметь ввиду это мы отказались от кухни сделали открытое пространство чтобы продолжалась работа параллельно как устроена работа в редакции и пост разделен на редакцию и продакшен основной клон сейчас делается на продакшен побольше людей будет человек 10 наверно и так ты поменишь там четыре пять человек слушай ну вот а как ты оцениваешь качество материалов которые выпускают редакции на с каждым выпуском с каждым новым материалом мы стараемся улучшать качество но бывают иногда ошибки неточности но главное это вовремя устранять и не повторять эти ошибки кофе будете я кофе буду а вы я бы тоже не отказался но сперва насчет новости про афганцы когда ждать скоро ладно тим слушай давай ты у нас за авто как бы отвечаешь с пардону с тобой если не против вообще расскажи немного про себя чем ты у нас занимаешься в репосте я пишу новости для репост авто и основной редакции я так понимаю судя по твоей футболке дресс-кода не репост в авто не репостус нет да как и у тебя нормальных автообзор как у тебя нормальных репортажей какие самые распространенные темы новостей в репосте дтп убийство насилие незаконные криптомайнинг и многое другое все что мы а плохое что-то будет как вы подходите к выбору тем и материалов для публикаций ну смотри у нас есть своя редакционная политика и исходя из того что там есть то что там написано мы выбираем что мы пишем что мы не пишем какая новость за последнее время тебя впечатлила меня не впечатлила меня офигеть как удивила новость где мужик в женской одежде шлялся по черту это было смело а ты можешь также нам офис показать да конечно так смотрите там у нас сидят ребята из капитала здесь сидит узбекский тез-ньюс редакция на узбекском языке а там уже сидят ребята из продакшена да для тех кто не знал для продакшена у нас прям выделено отдельный стол отдельные так сказать пространство тимур тебе спасибо вот и давайте я как самый любимый член нашего продакшена познакомлю вас с ребятами кто хочет со мной поговорить спасибо я так понимаю все за очень заняты и нас спасает надира наш шеф-редактор ну давай вот все-таки сколько точный человек у нас продакшене работают а как вот идет вообще процесс создания наших вот новостей ну давайте с рилсов начнем вот от идеи до публикации у нас есть группа в которой состоят почти все участники продакшена в которой мы скидываем два повода и обсуждаем что зайдет что не зайдет пишем текст я его проверяю потом мы записываем видео которое мы тоже проверяем два раза сначала просто репортаж потом с наложением субтитров примерно так потом выпускаем заливаем во все наши соцсети кстати подписывайтесь на них а как вот ты решаешь вообще мы в целом продакшене решаем конфликты вот спорные моменты нашем коллективе а мы увольняем тех кто не согласен со мной с продакшеном с многим руководством полностью поддерживают но кстати конфликтов у нас практически нет но даже если они возникают то мы решаем их мирно и стараемся находить компромиссы ну хорошо ну смотри насколько я понимаю репосты же у нас делится продакшен по сути на две части это репосты репост узбекистан расскажи какие проекты есть вообще и у русской редакции узбекский но помимо репортажей который каждый день выходит у нас есть любимый дайджест которых с удовольствием смотрите каждую неделю и ситуативка и мы разбираем какие-то очень большие поводы которые происходят нашей стране с участием экспертов будущем мы планируем снимать подкасты и интервью с очень интересными людьми так что ждите кстати у нас есть студии я бы хотела ее показать стой 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 нет давайте ты шеф-редактор работы пожалуйста а самую стильную часть нашего офиса а точнее студию репост т.в. покажу лично вам я идем маленько привет приветики как дела у тебя хорошо что делаешь как видишь новости записываю ага еще сколько времени уходит на запись одной новости но смотря какая новость если короткая минут пять если длинная то минут десять понятно слушай а вот одежду для своих репортажей новости ты сама подбираешь или тебя заставляют ну вообще я выбираю более скромные такие вещи но удобные чтобы приятно было смотреть если открытые надевают и меня ругаешь правильно делают так и надо давай скажи к скороговорку шла саша по шоссе и сосала сушку а скажи подписывайтесь на репост подписывайтесь на репост молодец но теперь самое время поговорить с основателем репоста и самым высоким человеком мире тимуром абдулина тимур можно вас на пару слов да вот наверное один из самых часто задаваемых вопросов почему у репоста такое название слушаю но во первых если эти отвечу на этот вопрос этот вопрос перестанет быть самым часто задаваемым потому что иначе как мне будет начинать заводить диалог с людьми если я уже рассказал на него ответ но я попробую на самом деле слушай история такая что все в нашем мире состоит из репостов мы живем в мире соцсетей мы постоянно чем-то делимся и поэтому весь контент который мы генерируем он в частности связан с какими-то инфоповодами которые репостятся другими пользователями в соцсетях поэтому в принципе такое название и появилась тогда слово репост было очень модным тогда его по моему я не знаю все что было связано с перепубликация информации ретвиты репосты это все было в моде называлась вот так слушай вот у меня очень часто спрашивают люди на съемках что им нужно сделать чтобы про них написал репост слушай на самом деле попасть в репост все сложнее и сложнее потому что все что сейчас происходит в мире ну ты ничем в принципе не удивишь например если бы ты задал мне этот вопрос лет 7 назад то я бы тебе сказал что для того чтобы попасть в новости на репосте тебе достаточно просто я не знаю устроить небольшое дтп в городе повредить бампер своей машины отправить нам в мобильный репортер и мы бы про это написали сейчас для того чтобы попасть в репост тебе нужно сделать что-то очень искушенное или совершить очень опасное преступление что я тебе делать конечно же не советую все зрителям в первую очередь ладно а вот какие планы в репост вообще в ближайшей перспективе знаешь говорят что если хочешь насмешить бога расскажи ему о своих планах ну вот представим что бог это ты поэтому не смейся как минимум на этот год мы уже начали эту работу мы хотим сделать так чтобы у нашего продакшена что кстати зависит от тебя на репост тв был один миллион подписчиков круто ну и давай вот финал очка какие выводы мы сделали за вот эти семь лет существования ты в первую очередь как директор ну смотри знаешь однажды хабиб нурмагомедов сказал один килограмм воды типа того но на самом деле сказал более мудрую фразу он сказал что я хочу заработать много денег и ходить по интервью и говорить что деньги это не главное вот так вот какие главные итоги вот ладно 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 хорошо где уже пора ребят я тут задержался кто-то же должен это все-таки сделать вот поэтому всем пока до скорых встреч подписывайтесь на наш канал пишите комментарии поздравляйте нас днем рождения в этих же самых комментариях ставьте лайки спасибо вам за что были с нами все эти семь лет ну или меньше не суть важно у меня на этом все до скорых встреч